здравствуйте в эфире научно-популярная программа в объективе натуралиста и сегодня мы с вами находимся на берегах реки стриевка сейчас вот она в таком весеннем практически уже состояние хоть и конец февраля но вы видите в этот году я очень много говорю о том что погода аномальная для нашей зимы и поэтому сейчас практически такое состояние природы как марте но мы сегодня здесь появились не случайно потому что в это время мы как правило посещаем поле между деревней пересельцы деревней стриевкой то есть по правую сторону вот уже туда к озерам располагается деревня стриевка и здесь располагаются различные земли которые можно назвать царством зубра почему потому что есть территории где белорусской пущей находится зубр есть территории где в нольбокской пущей он и по белоруссии таких территорий несколько вот одна из территорий это территория заказника озера спк озера и вот пойма стриевки является сейчас домом родным для более трехсот зубров которые находятся на этой территории это радостное событие это здорово потому что программа по сохранению зубра действует и вы видите даже для спк озера и для всей этой территории зубр является символичным животным и олицетворяет уже эту территорию вместе с тем что программа работает вместе с тем что успешно идет сохранение зубра появляется и вопросы которые связаны с ростом его популяции на конкретных территориях ученые специалисты экологи специалисты сельского хозяйства администраторы как сельской местности так и в городе гродно пытается решать эти вопросы а мы в свою очередь решили сделать такой небольшой дайджест этой проблемы и взять и посмотреть в чем состоит суть вопросов которые возникают при содержании такого большого стада и в этом нам помогли конечно же специалисты на протяжении многих столетий зубры встречались в лесах западной центральной и юго-восточной европы образ этих могучих животных встречается во многих трактатах средневековья благодаря таким произведениям как песня про зубра лесные забавы зубр стал настоящим символом белоруссии до недавнего времени популяция зубра в европе состояла из двух подвидов кавказского зубра и равнинного зубра последних диких кавказских зубров застрелили на западном кавказе в 1926 году а последний представитель равнинной линии в дикой природе был убит в 1921 году белорусской пуще все сегодняшние зубры происходят всего от 12 особей находившихся в начале двадцатого века в зоопарках и заповедниках благодаря усилиям по сохранению зубра европейского со стороны зоопарков и частных лиц 1952 году стало возможным вновь поселить первые свободные стада этих животных белорусской пуще начиная с 1946 года зубр находится под охраной и имеет статус восстанавливаемый вид включен в красный список международного союза охраны природы красные книги белоруссии россии польши украины литвы значительного улучшения ситуации удалось добиться лишь спустя полвека благодаря запуску в республике беларусь программы по сохранению расселению и использованию зубра белоруссии в 1994 году ходе реализации запланированного комплекса мер на территории страны было создано шесть некрупных вольно живущих микропопуляций одной из которых стала озерская завезенная в ход хозяйства спк озера гродненского района в 1998 году первоначально на территории представленной лесными массивами пределах республиканского ландшафтного заказника озера и осушенными низинными болотами используемыми для сельского хозяйства спк озера гродненского района было заселено 18 голов зубра беловежского однако как отметили ученые развитие формирования озерской микропопуляции происходило по сравнению с другими микропопуляциями опережающими темпами так за 12 лет ее существования численность зубров выросла с 18 до более 200 особей а к 2019 году и вовсе составила 378 голов в то же время данное обстоятельство привело к появлению достаточно острых проблем согласно проведенным исследованием ботаников и зоологов гродненского государственного университета имени янки купалы совместно с сотрудниками научно-производственного центра национальной академии наук белоруссии по биоресурсам общее поголовье копытных животных в лесном массиве на территории гродненского лесничества и прилегающих территориях в районе долины реки стриевка потенциально в летний период потребляет около 150 тонн травянистых растений эти данные свидетельствуют о том что естественной травянистой кормовой базы достаточно на летний прокорм проживающих копытных с учетом микропопуляции зубра в 70 голов при расчете потребления корма в зимний период который длится с декабря по февраль 90 дней показано что общее поголовье выявленных копытных животных потенциально меньше требуемого 6 половиной раз так как кормовая емкость данной территории явно недостаточно и не покрывает пищевые затраты копытных даже без учета популяции зубра европейского установлено что основной кормовой базой из травянистых растений в лесных фитоценозах стационара стриевка является кормовые группы злаки и разнотравья в разных пропорциях тогда как для содержания в более или менее оптимальных условиях зубра со сниженной конкуренцией со стороны других копытных основным кормом должны выступать злаковые травосмеси исходя из этого лимитирующим фактором выживаемости популяции зубра и других копытных здесь выступает в основном искусственная подкормка 2016 году на подкормку зубра было потрачено 116 тонн силоса кукурузного 46 тонн сахарной свеклы 11 тонн сенажа 47 тонн использованных отходов яблок 3,4 тонны кукурузы 24 тонны зерноотходов 2,6 тонны кормовой соли и 650 килограмм соли лизунец что составляет немалую часть от производимой продукции в спк озера гродненского района как отмечают ученые животные чаще всего таких угодьях не задерживаются а используют их при переходе от одних кормовых биотопов другие в результате подобных миграций наносятся ощутимый вред сельскохозяйственным угодьям например потери спк озера гродненского района 2019 году по сенокосом составили 90 тысяч рублей по озимым зерновым 27 тысяч рублей по озимому рапсу 4000 рублей исходя из стоимости 1 тонны зеленой массы не меньший ущерб был нанесен в спк прогресс вертилишки гродненского района где потери составили 92 гектара поселов озимого рапса что в денежном эквиваленте свыше 245 тысяч рублей исходя из стоимости 1 тонны реализуемой продукции также сравнительный анализ исследований проведенных на территории микропопуляции зубра озерская в 1997 году показал что уменьшился запас кормовых растений сосниках мшистых основных доминирующих лесах на территории что несомненно сказывается и на популяции других копытных животных за промежуток 20 лет происходит снижение урожайности сосниках на 77 единиц что также позволяет предположить о влиянии высокой трофической нагрузки и соответственно высокого пресса прежде всего вытаптывания которую увеличивается с приростом поголовья копытных главным образом зубра европейского такая динамика в долгосрочной перспективе может еще больше влиять на снижение удельного запаса сырья особенно в сосновых формациях очевидно что мероприятие первого этапа государственной программы сохранения расселения использования зубра в белоруссии включающие концепцию о придании зубру бинарного статуса и метапопуляционную модель содержания и обмена генофондом между субпопуляциями оказали положительное влияние на динамику численности особей зубра однако вместе с тем породили целый ряд новых вопросов данные поля не является территорией заказника данные поля является сельхозугодиями и здесь нужно отметить одну очень интересную особенность если вы даже просто взять остановиться и посмотреть на поле мы увидим что здесь оно практически полностью истоптано копытными животными это не только зубры это и косули или олени потому что эти сельхозугодия располагается среди лесов где достаточно большая плотность этих животных и конечно же здесь возникает вопрос что делать как делать и как поступать конечно же первое скажем так мысль это о том что нужно дать возможность охотникам регулировать стада копытных животных но здесь тоже нужно быть очень осторожными по одной простой причине что регулировка таким способом может привести опять к исчезновению этих животных поэтому нужно искать разные пути решения этого вопроса на примере озерской микропопуляции видно что программы по созданию новых микропопуляций расселения зубров заказники и пущи по белоруссии не успевает за естественным приростом зубры больше не помещается в отведенные им территории ищут новые места обитания особого внимания к себе в таких условиях также требует одиночные группы старых зубров которые не принимают участие в воспроизводстве стада однако часто оказывается среди густонаселенных районов с высоким уровнем земледелия где почти нет естественных пастбищ важно заметить что подобные процессы могут иметь непредсказуемые последствия для человека специалисты национальной академии наук отмечают европейский зубр скорее степной вид ему необходимы луга открытое пространство жизнь в лесу больше вынужденное состояние пуще зубров вытесняет человек основа рациона все же трава и побеги питаться только ветками мхом не могут разделение стада это тоже естественный процесс другое дело что общая численность микропопуляциях давно превысила оптимальную для этих территорий что приводит чрезмерной нагрузки на экосистему с целью решения данной проблемы 2014 году ученые национальной академии наук уточнили возможные новые места обитания этих животных программа рассчитана до 2020 года как считают специалисты гродинского областного комитета природных ресурсов и охрана окружающей среды в идеале микропопуляции должны равномерно распространяться по всей стране цель не только замкнуть их но и обеспечить регулярный мониторинг состояния обмен генетическим материалом конечно же вопрос сохранения зубров и минимизации ущерба который может приводить разрастающая стада это сейчас вопрос который номер один почему потому что сколько мы уже не наблюдали в природе когда вопросы касаются такой очень серьезной охраны природного комплекса или какого-то вида происходит естественно всплеск численности происходит развитие вида природного комплекса и здесь очень часто интересы человека и вот это вот восстанавливающегося вида они могут где-то соприкасаться и поэтому здесь нужно очень четко находить середину не должно быть каких-то перегибов если стадо разрастается значит скорее всего нужно работать в нескольких направлениях как это уже говорилось а переселять как это уже говорилось сдерживать где-то с точки зрения выбраковки старых особей потому что естественного хищника для зубра сейчас природе практически нету кроме человека но и есть еще один момент человеку не нужно впадать в панику ни в коем случае по одной простой причине для того чтобы человек жил рядом зубром а зубр жил рядом с человеком достаточно просто вести определенные нормы поведения то есть экологической культуры когда человек помнит о том что он едет по дороге через лес в котором живут зубры значит надо быть внимательным а он живет на территории где может выйти стада зубров поэтому если она вышла не нужно создавать паники не нужно кричать не нужно делать каких-то лишних телодвижений нужно просто-напросто дать ему спокойно уйти но конечно же если же зубры выходят на сельхоз угодья должна быть какая-то разработана система при которой стада будет отпугиваться и переводиться уже в те угодья в которых они не будут наносить вреда это как бы мои мысли это мысли которые в принципе вот родились у меня по ходу того как мы рассуждали об ну создавшейся неком ситуации но при этом нужно помнить одно что мы все-таки должны стараться максимально сохранять то богатство природы которые имеем а на этом мне хотелось бы закончить нашу программу с вами была телепередача в объективе натуралиста любите и берегите друг друга и мир который вокруг вас до свидания не Субтитры подогнал «Симон»